Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Девочки, сегодняшнее видео будет, ну, наверное, немного или много эмоциональным, поэтому заранее хочу вас об этом предупредить. И вы мне часто пишите письма на эту тему. К сожалению, я не могу ответить всем лично, поэтому очень благодарна за то, что вы ждёте, когда я сниму вот такое вот тематическое видео. Возможно бы и сегодня я так бы не собралась это сделать, но сейчас я, ну, немножко будет небольшое вступление, чтобы вы поняли, о чём идёт речь. Сегодня утром я поехала записываться в бассейн, покупать абонемент. И в конечном итоге я туда даже не дошла. Вначале я приехала, и ещё был закрыт офис там, где, ну, секретария, где можно было оформить эти документы. И я, чтобы не стоять под дверями, в общем, пошла в ближележащий супермаркет. Хожу, смотрю, что-то выбираю, и меня останавливает, как мне на первый взгляд показалось, пожилая женщина, и называет меня по имени Лили. Я говорю, да. И я смотрю на неё, знаете, такой конфуз, я не могу понять, кто это. Я начинаю перебирать, кто это может быть из моих знакомых. Потому что, ну, как бы ни по возрасту, ни по внешности среди моих приятельниц француженок такой женщины нет. И она говорит, ой, тебе так хорошо, блондинка, и как дела? И она начинает спрашивать, как муж, как сын. И я, в общем, говорю, вы меня извините, пожалуйста, но я вас не узнаю. Ну, мне так неловко было даже сказать эту фразу. И она называет себя по имени. И я, когда понимаю, кто передо мной, узнаете, я вот до сих пор нахожусь в таком эмоциональном шоке. И не только из-за того, что она стала плохо выглядеть, а из-за того, что произошло в её жизни. Она моя ровесница. По-моему, даже где-то, наверное, года на два моложе меня. Двое деток. Две дочки у неё. Старшей дочке, кажется, 15. И второй лет 12. Что у них такая небольшая разница была. И, в общем, передо мной женщина, которая при возрасте 39-40 лет выглядит лет на 55-60. Вообще для француженок это не свойственно. Они, наоборот, когда становятся старше, они выглядят... Вот у них как-то возраст застывает на 40-45 годах. Это очень большой такой процент, которые они вот такие ладненькие, стройненькие, ухоженные, без бутокса, без каких-либо уколов красоты. Вот у них какая-то, наверное, вот это и есть этот женский французский шарм. Он на мою соседку, посмотрите. Почти под 70, а она выглядит прекрасно. И, в общем, ну, еще, конечно, может быть, у меня создалось такое впечатление, потому что у работников супермаркета, она работник вот этого супермаркета, у них такие кепки, бейсболки, в общем, непонятная такая одежда. И она работает в сырном отделе. В общем, это обязательный халат, фартук. Ну, в общем, одежда, так скажем, ну, не совсем привлекательная для женщины, но при том, что она невысокого роста, и всегда у нее была прекрасная фигура. Как бы даже в такой одежде лет 10 назад она бы выглядела идеально. Очки на ней тоже. И я начинаю, ну, в общем, мы начинаем как бы беседовать, обнялись, поцеловались. Я говорю, ой, извини, извини. Я это начинаю как бы, чтобы не совсем уж человека как бы ставить в такое неловкое положение, что она так изменилась. Я начинаю говорить, ой, это, наверное, из-за того, что раньше же очки не носила. И, наверное, вот эта шкепка, вот эта другая прическа, стрижка, цвет волос. Это, наверное, вот это она говорит. Ну, и вот это, конечно. Но не надо, ну, типа, мне говорить комплименты. Я знаю, что, ну, как бы уже некоторый период времени я выгляжу не очень привлекательно. И, в общем, мы пошли. Там есть небольшие кафешки в супермаркете. У нее как раз был такой, полчаса у нее дается на какой-то там перерыв. И мы пошли с ней попить кофе. Она мне рассказала совершенно жуткую для меня историю. В общем, эта семья, когда я только приехала, и, естественно, всем друзьям, там, хорошим приятелям моего мужа очень хотелось познакомиться с его новой украинской женой. И нас все-все-все-все приглашали. И, как бы, ну, с кем-то я сдружилась, до сих пор дружим с кем-то вот так вот, ну, более-менее по праздникам встречаемся и не больше. И с ними, с вот этой вот семьей, как-то вот у нас так сложились такие, ну, хорошие приятельские отношения, потому что так совпало. Мой приезд, они как раз купили очень большой и очень дорогой дом. И мой муж помогал им делать, потому что там спальня была около 60 квадратных метров, и они ее делали перепланировку, делали там итальянский душ, в общем, небольшую, кажется, по-моему, сауну они туда поставили, и делали гардеробную. И как бы ее муж сам не справлялся, и поэтому мы помогали. И так, ну, чтобы меня дома не оставлять, потому что помощь-то была в основном на выходные дни. И мы ездили все вместе, как бы мужчины занимались работой, а мы с ней потихоньку там беседовали на непонятно английско-французском языке, но тем не менее мне было интересно. И тем более она, у нее была такая небольшая, небольшой свой как бы салон красоты, это парикмахерская, и она там одна работала, ну, это как бы был такой вот небольшой, очень приятный для нее бизнес. И как бы мне было интересно, что модно во Франции, какое окрашивание и все, ей было интересно узнать про нас. В общем, мы нашли общие интересы, короче говоря. И я настолько, мне нравилась эта семья, они настолько гармонично, красиво смотрелись. Она такая маленькая, муж высокий, такой мускулистый, очень красивая пара, очень красивые дети, очень красивый дом. И я познакомилась с их родителями, я познакомилась с их родственниками, с сестрами, братьями, невестками. В общем, так получалось, что мы неплохо сдружились. И потом как-то вот сложился такой период, что я заболела, и мы как-то, ну, естественно, когда ты болеешь, тебе не до каких-то праздников. Мне там нельзя было то, мне нельзя было это, мне хотелось там полежать, отдохнуть и так далее. Потом моя беременность. И как-то вот наши отношения сошли на поздравления с Рождеством, с Новым годом, ну, с какими-то вот такими вот праздниками и на день рождения. И однажды, где-то, наверное, года четыре назад, когда уже где-то Миленочке был годик, и мне муж говорит, что вроде бы как они собираются разводиться, но это кто-то сказал из знакомых, может, просто поссорились, ну, и так далее. Ну, и, короче, как-то на этом поговорили и забыли. Также продолжаем их поздравлять с Днем Рождения, с Новым годом, и они делают то же самое. И, ну, каких-то вот таких вот больше контактов у нас не было. И она мне сегодня рассказала, что они развелись три года назад. И сейчас вы поймете, к чему я вообще все вот это вот веду. Он остался в этом дорогом, шикарном, красивом доме, который они, в принципе, покупали на двоих. Вклад был одинаковый. Выплачивают кредит на двоих. И, как я поняла, вроде бы до сих пор они его выплачивают, или это он выплачивает. Ну, в общем, в конце концов, он мужчина по работе, ее муж познакомился с другой женщиной. Какой-то период отношения скрывались, и через какое-то время, я просто не хочу вдаваться в подробности, это их личная жизнь, и через какой-то период времени он ей сказал, что надо развестись. Они развелись, дом остался ему, она снимает небольшую квартиру в небольшом поселке возле Нима. Дети две недели живут у нее, две недели живут у него. Алиментов он ей, естественно, не платит. После того, когда она была в такой депрессии, как она мне сказала, что вообще еле вылезла, и работать там, где она работала, она больше не смогла, потому что там тоже какие-то были, ну, как они, когда ты покупаешь в браке, в общем, по-нормальному должно все это делиться напополам. То ли она не захотела, в общем, она как-то вот эту вот тему, ну, немножко отодвинула. Она говорит, я работала уборщицей, я ходила убирала дома, в общем, я работала в этом, как он где, престарелая, с сиделкой, в общем, кем угодно, где угодно, лишь бы только вообще всю вот эту ситуацию выкинуть из головы. Я говорю, почему так получилось? Вы ведь так хорошо жили. Что же, что, что, какая причина? Она всегда прекрасно выглядела. Ну, можете представить, она сама мастер укладок, она прекрасна, у нее всегда полосы были такие красивые окраски, модная, очень стройная, спортивная, одета всегда красиво, потому что, как бы, они люди очень небедные, не просто среднего достатка, вот, ну, у нас семья обычный средний достаток, а у них немножко, да, ну, даже, наверное, на уровень больше, чем средний. И, в конце концов, вот так вот, она у него ничего не захотела не отсуживать, она настолько была подавлена, убита вот этой вот ситуацией, что так вот она его любила, но, как я поняла, она любит его до сих пор, потому что она совсем соглашается, она ни на чем не настаивает, она до сих пор одна, и она вот, ну, сама вот ушла в себя и превратилась в такую какую-то, ну, вот даже больно мне это слово говорить, какую-то вот такую бабулечку. Если бы я не знала, сколько ей лет, я бы никогда в это не поверила. И вот, что я хочу сказать на вот этом примере. Мне, девчонки, вы часто пишите, что я, да меня муж любит, да я, то, что я для него делаю, никто не сделает, он даже если погуляет, он придет, и что у меня и толстую, и в бигуди, и в масках, и во всем, когда вот я начинаю разговаривать, и начинаю рассказывать, что, девчонки, я, например, не могу, я не чувствую себя комфортно, если я делаю какую-то эпиляцию, муж заходит в ванную комнату, или я делаю какие-то маски, а он находится дома, я не чувствую себя комфортно от этого. Мне нужно все вот эти вот не очень красивые женские дела делать тогда, когда его нет, или же делать это в салоне, чтобы он этого не видел. Не знаю, по какой причине, но вот у меня это табу. И многие меня за это осуждают, многие из вас мне пишут, что, ай, ты там, ничего подобного, если муж любит, он тебя любит, и больную, и косую, и толстую, и жирную. Знаете, вот я все больше начинаю приходить к тому, что нет мужчинам, наверное, ну, нам их никогда не разгадать, и мужчин никогда нельзя вот так вот любить больше, чем саму себя, больше, чем своих детей, больше, чем... Вот ей 40 лет. То, к чему была положена жизнь, потому что они поженились давно здесь, ну, как они сначала жили совместно, потом они оформили брак, потом у них родились дети, и как бы они, как минимум, наверное, ну, сколько? Да лет, наверное, 15 точно прожили. Я думаю, да, лет 15 точно прожили вот так вот совместно. И все, что нарабатывалось, все, что копилось, все, что делалось, я помню, как она эти шторки выбирала, как она вот эти жалюзи, которые, ну, электрические, сейчас они, в принципе, практически у всех есть. Тогда это было, ну, не все могли позволить, сейчас больше компаний делают, и она как вот этому радовалась, что там то, 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 то. И, ну, вы знаете, и сейчас вот она о нем, до сих пор тебя он предал, он предал все, вообще все ваши отношения, и ты до сих пор вот так вот к нему, ну, настолько такое вот чувство, вот я, ну, у нас хорошие отношения. Ну, как вот, знаете, конечно, да, можно сохранить какие-то хорошие отношения ради детей, да, но вот это, вот так вот себя остановить, свою жизнь из-за того, что он ушел, этого я, наверное, никогда понять не смогу, и никогда я не смогу, наверное, так сделать. Мне недавно женщина написала комментарий, очень мудрый комментарий, просто, ну, нельзя сказать лучше, что-то там под каким-то тоже из вот таких вот женских видео, и она написала, что наши славянские женщины стараются быть подарком, по-моему, так было сказано, для своего мужчины, а американки, чем они отличаются от нас, они выбирают мужчину как подарок для себя, девчонки миленькие, вот я, знаете, как если бы это было не моя знакомая, если бы это было как-то, ну, где-то далеко, кто-то рассказал, если бы я не знала эту семью, если бы я не знала, какие у них были отношения, и как все сложилось, пожалуйста, любите себя больше, и действительно выбирайте мужчину, чтобы он был для вас подарком, а не чтобы вы вот так вот свою жизнь, свою красоту, свою молодость положили к ногам кого-то, кто даже сейчас спит с другой женщиной, который привел вот эту в твой дом, потому что они вместе его выбирали, все там ею сделано, и она ушла, обиделась, что так с ней получилось, но чтобы он был счастлив, вот такая жертва, я не понимаю такой жертвы, я не понимаю, ведь если были какие-то чувства, то он должен, ну, мне кажется, что даже ради того, что ты прожил с этой женщиной, ради того, что она мама твоих детей, ты должен был продать этот дом, поделить деньги, или купить два разных дома, это неважно, но не надо было приводить, это для нее, это такая боль, вот она, кстати, говорит, у нее слезы текут, три года прошло после этого, это где-то год они гуляли так, пока она не узнала, и три года прошло официально после развода, и она ютится в комнатушке, она работает, сыр нарезает и пакует, понимаете, она говорит, я не хочу, я говорю, как же, у тебя ж такой вроде бы неплохой бизнес был, как бы свои клиентки были, и стрижки, все стригутся, пожизненно все стригутся, и как бы такая работа, она всегда нужна, в любом случае, если не хотела, там, ну, не потянула бы, например, там, из-за каких-то, что только сама, можно было продать, и пойти работать на, ну, на, как вот эту, в большую, в сетевую парикмахерскую, она нет, я говорю, я вообще не хочу, вот, ну, чтобы что-то напоминало мне о прошлой жизни, я вот ничего не хочу, я хочу, чтобы он был счастлив, чтобы все было хорошо, но она-то несчастлива, ну, девчонки, я, конечно, вот, честно сказать, я не понимаю, вот, как французы говорят, вот эта вот ситуация, c'est un scandale, c'est pas normal, это, ну, вот, я, знаете, вот, недавно тоже смотрела передачу, не знаю, смотрите, вы, наверное, уже никто не смотрит, потому что, как бы, глянула комментарии, и ой-ой-ой, закрыла, про Джихар Каняна, и его, вот, эту вот жену, я не хочу ни его, ни ее сторону брать, потому что я не знаю, что там, как там у них было, но, что мне, вот, в этой передаче ужасно не понравилось, пришла актриса, которая мне нравилась, я смотрела ее фильмы, народная актриса, и начала, ну, в общем, такими словами, вот, я такая, значит, я такая воспитанная, такая классная, и человека, назвать даже не человеком, она никого не убила, она никого там, ну, не знаю, она не сделала каких-то таких ужасных вещей, это жена Джихар Каняна, даже если она там присвоила какие-то его деньги, или какие-то квартиры, они жили вместе, с собой в могилу он не заберет, детей у него нет, ну, я не знаю, прошлой жене он вроде бы как что-то там доставил, дом или что, я уже, ну, понимаете, как я вот просмотрела всю вот эту ситуацию, но это ведь тоже, как бы, как я поняла, что для нее, вот, он был идолом, она была его тенью, и вот сейчас она все это терпит, все вот это, даже если платят ей эти деньги за эти ток-шоу, и она ходит на эти ток-шоу, я не знаю, это какие надо иметь нервы, чтобы тебя вот так вот унижали, размазывали, обзывали, какие-то люди, которые вообще тебя знать не знают, но из-за вот этой вот любви, что вот я, я вот для меня там какой-то идол, не знаю, не должно быть, наверное, идолов, какая бы любовь ни была, она должна иметь какую-то грань, и если что-то не так, может быть, я вот такой вот человек, но я сегодня, как видите, ну, на эмоциях, и мне настолько вот, ну, вот больно за женщин, которые вот так вот себя заживо, заживо, заживо хоронят, останавливают свою жизнь, ведь, ну, только 40 лет, ну, почему, вот тоже недавно, вот когда я снимала видео, что француженки, они вот эгоистки, видите, как по большому счету, да, в основной массе, но встречаются и вот такие вот женщины, которые себя, ну, так вот в жертву приносят, это, это, конечно, нонсенс, это случается редко, это первый случай в моей жизни, потому что, как бы за то время, что я здесь живу, разводились и наши знакомые, разводились и друзья нашей старшей дочери, и там жены отбирали, и было такое, что со счетов снимали, совместный счет, она все сняла до копеечки, и мужу ничего, и, как бы, дома делились не очень справедливо, еще и муж и алименты платит на постоянной основе, потому что жена видеть или в центре занятости, или не работает, поэтому, девочки, нельзя выбирать себе мужа, как идола, нельзя ему поклоняться, ведь, и как, я уже поняла одно, какой бы ты хорошей ни была, какой бы ты замечательной, и нужной, и, ну, не знаю, если мужчина, или, может быть, даже и женщина, решили вот так вот некрасиво уйти, они это сделают, но я, честно скажу, я просто никогда не ожидала, я считала, что, ну, например, вот этот мужчина, вот ее муж, он никогда при тех отношениях, которые у них были, я даже представить не могла, что может что-то произойти, а с другой стороны, как говорят, чужая семья, потемки, поэтому, но, как бы там ни было, я все равно повторяю в сотый раз, что так делать, так гробить и губить себя, девочки, нельзя, поэтому все ваши письма, которые именно на вот эту тему, потому что очень много из вас мне пишут, очень многие просят, Лиль, там, зачитай мое письмо, озвучь, и, понимаете, как, если я зачитаю одно письмо на аналогичную тему, не зачитаю второе, третье, двадцать пятое, то обидится та, обидится другая, поэтому, если вот будет возникать вот такая вот ситуация, просто делать буду вот такой вот видеоответ, и, как бы те, которые мне писали по поводу, вот, люблю мужа, не могу без него жить, спрыгну с окна, девчонки, успокойтесь, и живите для себя, а не для человека, который вас абсолютно не ценит, все, не хочу я больше, дальше продолжать эту тему, потому что чувствую, что, ну, вообще, нервы сдают, я злая, пойду, наверное, кофе попью, да, да, немножко передохну, потому что надо отключиться на другую тему, иначе у меня просто-напросто крышу сорвет от негодования, ладно, дорогие мои, счастья всем, любви, хороших мужчин, любите себя, и будьте для себя королевами, царицами, принцессами, а мужчин выбирайте как подарок, подарок для себя, все, мои дорогие, целую, обнимаю, пока-пока, Субтитры подогнал «Симон»